Путин готовится оборонять Крым и отбивать атаки вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Россия пытается укрепить береговую линию, боясь, что украинский десант будет высаживаться на полуостров. Российские оккупанты оборудуют минное заграждение, окопы и траншеи у села Молочное в Саксском районе, а также ставят противотанковое заграждение. Как Украина будет отвоевывать Крым? Будет это военный путь или можно заставить Путина на политическое решение? Говорим далее. Павел Лакичук, руководитель программы безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». К нам присоединяется. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Слава Украине. Героям слава. Павел, вот скажите, как изменилась ситуация для российской армии после освобождения украинской армии Херсон? Я имею в виду, как изменилась ситуация в Крыму для российской армии. В Крыму ситуация изменилась, наверное, надо отсчитывать сразу где-то от февраля. В февраля месяца войска в Крыму сосредотачивались для наступления на Украину. Гламурные полковники, марши. Все ждали, как Путин говорит, прирастания России новыми территориями. В Крыму прошло 8 месяцев. Военные объекты в Крыму поражают неизвестные дроны, наносятся удары по аэродромам, по базам флота. Крымчане привыкли к тому, что в воинских частях российской армии слышится регулярная обогонка. Все нормально, все естественно. И если в феврале-марте они планировали проводить десантную операцию из крымских портов на пляжи Очакова и Одессы, то вполне естественно, вслед за Баговной они ждут и морские десанты. Поэтому и на САКах, и на Коломитской затоке ждут украинского десанта. И ближе к перешейкам ждут украинского десанта. В России они знают, что десантный помогательный удар. И ждут основного удара Збройных сил Украины, как они считают, через крымские перешейки. И после взятия Херсона, во-первых, мы частично накрываем, по крайней мере, по правому флангу. На западной части уже достигаем, по крайней мере, из Хаймарсов до крымских перешейков. И рубим эту логистику, которая постоянно идет из Крыма, тылы, вооружения, живая сила. Ну, если мы возьмем Мелитополь, то будем отрежем вот этот крымский узел от наступающих сил противника полностью. И, грубо говоря, уже тогда встанет вопрос, как говорили в 8 лет, есть ли военное разрешение крымской проблемы. Будем считать, что этот вопрос не закрыт. Павел, как вы считаете, вот да, вы сказали, что они действительно готовятся к этому десанту, морскому десанту, к высадке. Мы видели эти окопы на пляжах, эти бетонные конусы. Но все-таки явно должны же понимать в российском командовании, что у Украины нет таких столько десантных катеров, нет обеспечения для этой высадки. То есть, ну, вряд ли стоит ожидать, ну, вот вы сказали, да, что вспомогательно, но я не знаю, насколько даже там, ну, это незначительные в любом случае силы. Несоизмеримы с тем, какие оборонные сооружения они там создают? Ну, оборонные сооружения, какие могут, такие и создают, грубо говоря. И если враг готовится к защите побережья, для нас это хорошо. Это значит, что враг готовится к защите Крыма. То есть, он считает, что мы можем Крым взять. Я напомню историю. Крым, легенда о неприступной крепости, она на самом деле абсолютно фальшивая. Крым всегда брали с берега, Крым брали через перешей. Ну, можно исключение, это Крымская война, когда союзники взяли Крым с моря. Ну, а так, в принципе, будем мы освобождать Крым классическим способом. Но президент Зеленский ранее заявлял, что готов рассматривать возвращение Крыма невоенным путем. Вот как это могло бы выглядеть? Я считаю, что если мы Крым сможем вернуть бескровно, это будет, безусловно, это будет и политический, и дипломатический, и военный успех Украины. Потому что, во-первых, наша армия, это наши дети. Мы за них в ответе, и чем меньше будет потерь при освобождении нашей территории, тем лучше. Во-вторых, крымчане, в большей массе, там, понаехавших за эти 8 лет, конечно, процент достаточно большой, но это не преимущественное население. В основном крымчане — это наше население, это наши люди, которые ждут Украину, ждут освободителей. И хотелось бы максимально, чтобы этот процесс произошел безболезненно, без потерь, без разрушений. И, да, политико-дипломатический вариант развития событий есть, но он всегда может быть тогда, только когда он будет гарантироваться мощностью вооруженных сил Украины, которые будут готовы освободить Крым военным способом. Восемь лет, вспомните, восемь лет нам говорили о том, что нет военного пути разрешения крымской проблемы. Есть только политико-дипломатическая. И поймите, на самом деле, в европейской политике наши партнеры нам немножко, ну, так скажем, врали, манипулировали, потому что именно военный путь освобождения Крыма существовал всегда. А политико-дипломатический путь никто нам не предложил за восемь лет реального механизма, реальной альтернативы. Только при поддержке вооруженных сил, при вероятности реализации военного освобождения Крыма, мы сможем, вот с таким аргументом, мы сможем теоретически освободить его политико-дипломатическую. Павел, вот говоря о политико-дипломатическом освобождении Крыма, как вы считаете, что должно произойти на фронте вообще, чтобы Путин действительно согласился вот так вот, ну, что называется, отдать Крым? Потому что, ну, по сути, за последние годы это его единственное такое яркое достижение, единственный козырь, который он активно использовал и всячески им хвалился. И тут получается, что вот нужно отдать. Ну, конечно, никто не верил, например, что та же российская армия возьмет и уйдет из Херсона, и Херсонской области. Очевидно, для этого были предпосылки. Вот какие предпосылки должны произойти, чтобы и из Крыма Россия ушла? Ну, это можно разделить на два таких блока, на военный и политический. Военный блок достаточно прост, достаточно понятный. То же самое, как ситуация с Херсоном. Вооруженные силы Украины, нанося удары в глубину обороны противника, создали такие условия, что удерживать плацдарм на западном берегу Днепра врагу стало тяжелее, чем его оставить. Более того, на других появился дефицит сил. Те силы, которые были сконцентрированы на Херсонском плацдарме, России нужны были для обороны на других направлениях. И поэтому в российское командование просто... Ну, у него не было другого выхода, как освободить, сбежать с Херсонского плацдарма. Тоже примерно может в какой-то мере ситуация примерно так же развиваться вокруг Крыма. Первое, это блокада Крыма, как мы говорим, это огневое воздействие по перешейкам. Б, возможно, лучший вариант, это и блокада с юга, то есть мы перережем соединение Крымским мостом. И тогда группировка сил в Крыму окажется фактически... Ну, в такой же блокаде, вот как Херсонская группировка, только значительно больше. И уйти они с Крымом всегда смогут, но удерживать его станет для них очень большой проблемой. Что касается политической стороны этого дела, то здесь все гораздо сложнее. На текущий момент Путин не считает, что он проигрывает войну. Я не знаю, в какой форме ему докладывают, или это уже просто особенности его больной психики на текущий момент. Но он уверен, что Россия идет к победе. Когда не только исполнители, а и Путин поймут, что Россия загнала себя в угол, Россия международный изгой, как сказал Песков, нас никто не любит и любить не собирается. Вот когда это дойдет до Путина, то тогда возможно решение на высшем уровне об возвращении Украины Крыма или Донбасса. Вот вы сказали про заблокировать Крым. Украина готовит армию морских дронов. Вот они могут помочь заблокировать Крым, заблокировать Черноморский флот и минимизировать его действия. Армия морских дронов – это здорово. Но надо понимать, что нет такого универсального оружия. Есть грамотное действие командования, которое использует преимущество своих сил максимально. И да, можно использовать группы дронов для атаки, портов для атаки того же Крымского моста и Керченско-Таманской переправы. Но это должно осуществлять… Это не будет выглядеть как… Может быть, внешне оно и будет выглядеть как атака морских дронов. На самом деле, та же атака Севастопольской бухты. Это была большая комплексная операция, в которой было задействовано большое число сил и военно-морских сил Украины, и сил специальных операций, и других родов войск. Именно вот эта взаимопомощь, взаимодействие… Взаимная ситуация дает эффективный результат. Как будем блокировать Крым, я не знаю. Возможно, у нас будут и средства поражения, воздушного поражения, дальнего радиуса действия с достаточной мощностью, которые смогут, ну, например, уничтожить этот крымский мост. Или это будет комбинированная атака и с моря, и с воздуха. Говорить пока рано. Я думаю, что в Генштабе какие-то планы разрабатываются, безусловно. Но это планы на дальнюю перспективу. Сейчас активно идет работа над другими операциями, которые нужно проводить вот здесь и сейчас. Крым пока остается на среднестрочной перспективе. Не говорю в долгосрочной. Да, ну, с одной стороны, вот освободить Крым территориально, это вот, ну, что называется, еще не вся победа, потому что, ну, еще очень важно вернуть Крым ментально в Украину. Мы понимаем, вот вы говорили о тех людях, которые за эти 8 лет туда россиян приехали. Понятно, что, скорее всего, когда будет приближаться это освобождение, они будут все уезжать, убегать. Останутся крымчане, которые действительно, вот как вы сказали, это наши люди. Но все равно 8 лет пропаганды российской, они же точно не прошли бесследно. И для них, как дальше, вот, ну, правильно строить политику по отношению к этим людям, как правильно с ними говорить, как правильно, возможно, вернуться, опять-таки, к кому-то политическому статусу Крыма. Возможно, он должен быть изменен каким-то образом. Я не знаю, там, вот, он был автономной республикой. Да, возможно, ну, я так сейчас утрирую, но вот какие-то такие вот нюансы, которые действительно помогут вернуть ментально людей, вот, их вернуть в Украину. Я не буду углубляться, ну, это не моя парафия, в политическое устройство Украины и Крыма. После войны это будет, там, национальная автономия крымско-татарская, например, или это будет область в составе Украины, или это станет автономная республика, как территориальная автономия. Я не знаю, заглядывать туда не буду, но как крымчанин, у меня Крым, я долгое время прожил в Севастополе, у меня остались там друзья. Я скажу, когда мы говорим о восьми годах российской пропаганды, которая должна была сожрать мозги наших украинцев, которые живут в Крыму, это, на самом деле, это не так, это манипуляция. И 30 лет в Украине и 8 лет под российской оккупацией, это две большие разницы. И то, что Крым входил в состав и независимой Украины, и Украинской СССР, это очень долгие годы. И украсть этого у крымчан никто не сможет. Да, есть упоротые ватники и в Крыму, и на Донбассе, и на Запорожье, и в Киеве, и во Львове. Действительно, такие люди есть, они где-то притихли. Но такие уроды есть. Да, их не так много, как, слава Богу, могло бы быть, если бы продолжалась эта агитация и пропаганда российская влиять на мозги наших людей. Но такие люди есть. То же самое и в Крыму. Но большинство крымчан, не так скажу, примерно такая же часть крымчан, как и тех, которые хотели бы жить в России еще 5-6 лет назад. Сейчас у них взгляды часто очень быстро меняются. Такая жизнь у нас крымчаны ждет возвращения Украины. Ждет с надеждой, ждет уже не один год. Это их главная надежда. Нам здесь об этом легко говорить, а для них это вопрос жизни и смерти. И когда люди пытаются рассказывать про референдум, который состоялся в Крыму, на самом деле я видел это сам своими глазами, это фейковый референдум. Ходили на эти так называемые избирательные участки единицы, а нарисовали десятки процентов жителей Крыма. Павел, скажите, когда Крым деоккупируют, вы куда в первую очередь поедете? Домой. Ну, конкретно в Севастополь. У вас там остались родственники, друзья, люди, с которыми вы общаетесь? У меня остались в Крыму много друзей. Часть друзей, троих, по крайней мере, моих друзей и коллег, россияне арестовали, схватили, их обвинили в экстремизме и подготовке диверсий, якобы. Это же были журналисты. Их засудили до 14-15 лет в колонии Суворово режима. И они отбывают, так скажем, отбывают сроки в колониях на территории Российской Федерации. Мы освободим и Крым, и освободим крымских политзаключенных, которых за 8 лет как минимум более 200 людей по политическим мотивам были схвачены, осуждены очень большим сроком. Мы освободим и Крым, и освободим крымских. Это правда. Спасибо вам большое. Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» был нашим гостем. Говорили о вариантах деоккупации Крыма и возвращения его домой в Украину. Спасибо. Продолжение следует...